Роковая прогулка. Шестилетняя Маша из Мариуполя в результате осколочного ранения едва не потеряла руку. Это произошло днём во время обстрела города. Тогда конечность удалось сохранить. Но два года спустя травма всё ещё даёт о себе знать. Историю продолжит Инна Жиленко. Как тебе удобно писать? Вот так. Шестилетняя Маша готовится к школе. Уже умеет писать, но делать ей это сложно. Не сгибается ручка, когда я вниз больше делаю. Этот шрам на руке – отпечаток войны. Оскол отлетел и попал на руку. Это произошло два года назад. Снаряд попал в дом. Было страшно, потому что всё горело, всё было в осколках. Спаслись чудом, а пережитым мама до сих пор вспоминает с ужасом. Ребёнок мой лежит, это все капельницы. Потом она лежала на операции два часа. Я боялась, что мой ребёнок остаётся без руки. Руку девочки буквально пришили. Хирургам удалось её спасти благодаря своей временной помощи. Сразу приехали медикаменты. Я даже сначала не могла сообразить, что где. Вплоть до бинта, недовадки. Фонд Рината Ахметова обеспечил неполностью медикаменты. Хоть внешне осколочную травму сейчас увидеть сложно, её последствия Маша ощущает до сих пор. Штаб Рината Ахметова помогает в реабилитации. В специализированный санаторий девочка собирается с удовольствием. Положи Машу, Мишу. Специалисты славянского санатория для ребёнка составили индивидуальную программу восстановления. Максимальная задача нам состоит в этом году – увеличить объём движения в лучезапясном суставе и в пальчиках правой кисти, потому что Маша в этом году идёт в школу, и нам нужно её, так сказать, подготовить. Её день расписан по часам. Девочка старательно соблюдает режим, знает, от этого зависит её самочувствие. Мы делаем движение для разработки этого правого лучезапясного сустава. И совместно с ним работает и локоть, и плечо. Чтобы помочь маленьким жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий, штаб Рината Ахметова уже второй год проводит программу реабилитации раненых детей. Курс восстановления прошли уже 65 девочек и мальчиков. Они получили физическую и психологическую поддержку. Я очень благодарна Анатолию Леонидовичу за то, что он предоставляет путёвки на реабилитацию моего ребёнка, то, что он может выделять на это и средства, и время, и также помогать не только мне, а и моей семье, но и остальным людям. Маша и её мама уверены, после лечения девочка будет чувствовать себя намного лучше и будет успешно учиться в школе. Инна Желенко, Ростислав Сысоев, Александр Шмырёв. Для сегодня канал Украина. Редактор субтитров А.Семкин